здравствуйте уважаемые зрители видео у меня давно не было потому что компьютера персонального давно нет сейчас наличие один ноутбук ноутбук супруги но он позволяет немножко поиграть то есть тут i3 8145U двухъядерный 4 потока до 3937 4 потока гигагерц и видеокарта mx250 на 2 гигабайта 25 ваттная в первую очередь видео записываю о том как сделать undervolt данного процессора и видеокарты я думаю это интересно именно того кто тому кто покупает такие ноутбуки потому что такая конфигурация она достаточно бюджетная то есть этот стоил 35 можно было за 32 взять в сети линки и можно поиграть в простые там игры типа диванте ну диванте original sim очень простая игра с точки зрения нагрузки ноутбук какие-нибудь рклогерки pillars of eternity и так далее потому что следующее идет уже это gtx 1050 они более дорогие да там можно взять на райзене 3500 который и rx 3560 x я честно говоря смотрел такой ноутбук вот видите этот такой тонкий довольно таки красивый легкий и для супруги я не решился взять вот эту эту в серию потому что она тяжеленная довольно таки шумная и не очень красивая больше на гроб похоже поэтому тут каждый выбирает себе сам вот поэтому видео именно пишу не выборе ноутбука о том как сделать undervolt данных процессоров в русском сегменте интернета инструкции очень мало и какой-то конкретики конкрет именно по данным ноутбука по данному железу а именно и третий 8145 и mx 250 я не нашел поэтому долго тут тестировал все все эти частоты какую бы какую частоту выбрать какой сделать вольтаж на видеокарте на процессоре все это заняло мне где-то плюс-минус неделю тестировал долго в общем я и я думаю кому-то это будет полезно в принципе именно взять и оттолкнуться от каких-то определенных вольтажа и частот чтобы для себя подобрать ноутбуки популярны там есть у эйсера у леново аналогичные поэтому будет интересно вот инструкции как раз по андервольтингу самые лучшие нашел это на зарубежном на зарубежных сайтах ноутбук review тут для lmb area 51 для нас он тоже подойдет также вот ультрабук review.com и такая же статья еще на продолжение на ультрабук и линус течтипс на форуме у них тут принципе они очень похожи ну где-то больше где-то меньше кто-то где-то что-то подчеркнет я эти ссылки оставлю чтобы вы могли почитать объясню для чего нужен андервольт сами по себе вроде железо как бы холодная 15 ватт процессор и видеокарта 25 вот но имеем мы данных ноутбуках вот такое вот охлаждение вот я его разобрал ну сами видите вот вентилятор вот процессор и справа видеокарта от него идет одна теплотрубка и вот такой радиатор небольшой то есть никакой связи между вентилятором процессором и радиатором нету когда закрываешь крышку там есть такая полость пластиковая она не как бы вот по этим белым полосам вплотную прилегают и как будто бы создают такую трубу через которую продувается воздух сам воздух забирается вот отсюда вентилятор массы и так продувается это все он тут ssd-шник nvme стоит ну такое как вы понимаете все это дело в стоке на стандартных частотах на стандартном бальтаже греется в играх в 3d марки 98 95 градусов трот лет все и производительность показывает очень плохую я запускал диване тире дженосе ну вот пока что единственным который я установил нем и ну там было сначала 40 fps потом 30 видеокарта сбрасывает процесса разогревается до 90 видеокарта начинает троттлить также как и процессор и сбрасывать в итоге там все непотребно 15 где-то fps вот начал разбираться и инструкции вы сами можете почитать потом единственное что хочу сказать что вот вам понадобится в первую очередь чтобы заняться андервольдингом данного процессора и всех процессоров серии ию от интела вот такая вот программа троттл стоп есть от интела предложения но но к сожалению работает только на печь процессорах на полноценных на ю серия но не работает программа очень простая единственно что надо будет ее добавлять в автозапуск почему-то в ней нет такой функции там через планировщик добавлять в целом вот у меня стоит давайте тогда конечно hardware info нужно будет 3d приложение heaven или супер позицию что он больше нравится и для тестирования процесса сильный бэнч я еще использовал веру для тестирования общей стабильности системы и формарк для видеокарты так вот в данной программе троттл стоп имеется несколько профилей использования которые вы можете настраивать можете не настроить ну как везде советуют лучше их настроить первую очередь нужно тут поставить будет стартовать минимизировано и при закрытии минимизировать данную программу профили вы сами называете как хотите четыре профиля устанавливайте профиль для работы вот сети и от батареи принципе на этом все дальше проходим в такую кнопочку фигур назовем ее так и я установил для своего процессора вот тыкайте галочку unlock voltage вот это вот и ставить офсет минус 125 микровольда это я так понимаю минус 125 у меня на данном бальтаже процессор прекрасно пошел я этот вольтаж установил на все профили на свои которые у меня используются для производительный который никак не ограничен по turbo boost вот бабушку настраивать для игрового профиля это игровой профиль у меня настроен такой turbo boost то есть но но ядро 30 это рейтинг x 30 то есть до 3000 мегагерц и на два ядра то есть на 4 все потока 2 525 2500 мегагерц и также офсет и на 125 работает прекрасно все тесты проходил cinebench стресс тесты 3d марка аиды температура где-то в среднем при ему смотря какая нагрузка там сейчас я запускал игру диванте оригинал 7 88 градусов то есть вот в данном игровом режиме там нагрузка довольно таки серьезная эта игра создает и 88 градусов так гораздо лучше чем чем стандартный стоковый 98 процессор при этом не троттлит работать стабильно на своих заданных частотах вот этот профиль с ограниченным то мы можем не использовать для игр ну тут надо ориентироваться на вашу систему охлаждения если у вас система охлаждения вот такая или хуже я могу сказать что у вас это довольно таки неплохая система охлаждение в настоящее время потому что вот в таких вива буках потому что x512 x712 серия там вообще отсутствует вот этот вот радиатор имеется и на разине которые также разин 5 и вега 8 там просто теплотрубка процессора к видеокарте без вот данного радиатора и вентилятор вот так вот выдавают и выдув направлен вот сюда короче он дует на экран вам ну понятное дело что горячий воздух в дальнейшем матрицу при длительном воздействии повредит ну и без радиатора естественно я не знаю честно говоря какие там могут быть вообще частоты это надо все проверять если у вас лучше система охлаждения там два вентилятора как раньше было две-три теплотрубки смотрите сами я не думаю что на и третьем у кого-то такое сейчас есть таких простеньких буках так скажем за 40 тысяч у нас простенькие ноутбуки теперь понимаете вот третий профиль это сейф тут я его установил просто так безопасный он без всяких turbo boost of тоже с андервольтингом чтобы это случае чего там если он перегревается кликнуть и охладить например у меня профиль стоит control alt и быстрая клавиша то есть один два три четыре вот четыре профиля и четыре этих клавиши я могу быстро между ними приближаться если там игра процессора зависимая сильно жрет процессору установил 2 если не сильно можно 1 прям установить чтобы он трубу бустил там до 37 гигагерца либо если разогрелся сильно установил там сейф он остудился ну так можно быстро контролировать это все на всех профилях минус 125 вот основное чтобы я хотел сказать что вот на данный ноутбук позволяет работать на бальтаже минус 125 от родного и игровой профиль 2530 то есть частота 2500 основная будет ну и до 3000 иногда может разгоняться сам там если одну ядро следующее так ну вот тут мы еще ставим что сохранить настройки вы не файли но это уже после того как вы добьетесь стабильности изначально вы вот тут вот стоит у вас протестили все все стабильно ставите ok сейф в это и медики и все окей все на вас работает в том узнаете как как вы поставить в через кому-то минус touch tips на линус touch tips вот как добавить планировщик тут все понятно и легко читаете добавить второй момент я почему кстати пишу на телефон чтобы первых мне не стоят nvidia дрова с game experience и нету естественно записи shadow play ну дабы не накружать и без того слабое устройство выделить все ресурсы непосредственно необходимое далее вам необходимо будет найти баланс между температурой и частотой процессора и видео карты видео карты и мы с 250 опять и вот для меня это было очень сложно если по процессам там как-то intel все они вот минус 125 настроил и вроде как все современные более-менее могут работать там минус 100 125 это стандартно обязательно кстати забыл сказать что вот тут вы выставляете cpu core вольтаж и cpu кэш надо также выбирать это точно такой же выставлять вольтаж аффсет точно такой же где-то советовали раньше intel и gpu вот это тут выставлять понижать но потом я опять таки встретил информацию что это необязательно может даже принести некоторые проблемы поэтому я такой не ставил собственно и вам не советую вот идем к андер вольте новую видеокарт тоже делается все просто как и на паскалях но в первую очередь что хочу сказать как как обычно запускаете heaven смотрите частоту свою какой она там держит например 1600 1500 разогрелась видеокарт смотрите частота какая идет и вольтаж смотрите опять-таки либо gpu зит либо вы какой-то вольтаж у наши видеокарты вот тут либо тут смотрите можно максимальный раз посмотреть вот 800 но это уже настроена у меня опять-таки сами там смотрите смотрите где карта пошла у меня то есть была у меня частота там около 1500 я решил вот эти вот стандартные примерно частота оставить 1533 и вольтаж при этом я поставил 0 800 максимальный вольтаж вот она вот 800 вольтаж и 1533 там частота не прекрасно пошла работает стабильно на этой частоте сейчас запускал диванте оригинал син частоту держит она эту есть у меня еще второй профиль там 1642 и 900 но она держала частоту у меня во всех тестах 3d mark 3d mark стресс тест около 30 минут идет она держала и но там мало нагружался процессор а вот когда я запустил диванте оригинал син процессор нагрузился очень сильно и разогрелся до 88 градусов 85 88 88 и при этом видеокарта перестала держать чтобы войти в свой тдп она перестала держать вот эту частоту 1600 и я вот снизил опять перешел на первый профиль с частотой 1533 800 и в таком режиме видеокарта действительно работает четко частоты не сбрасывает температура тому порядка вот 81 градус очень прекрасная температура в стоке это было больше 90 при этом частоты сбрасывались частоты поднимались сбрасывались и так далее память я тут погнал плюс 500 много пишут где-то я читал в интернете что легко они гонятся то есть эффективная частота у нее 7000 получилось в итоге я считаю этого достаточно для этой видеокарты может быть можно было бы побольше там ты тысячи вот я на тысячу добавил и формарки полезли артефакты не стал я выяснять что из-за чего убавил до 500 выискивать 700 800 вы не стал не тут такого смысла могу показать просто как все это работает профиль выберем game частота 2 500 на 4 потока и профиль идея карты 0800 вольт и 1533 мегагерц такую достаточно жесткой для ноутбука для ноутбука игре частоты держится держится неплохо играется неплохо кстати говоря 40 30 fps но для этой игры в поиск абсолютно не важно играть комфортно настройками можно играть зависимости от ваших желания поставил средний отключил фэкса сглаживание тут full hd разрешение без матрицы очень хорошие хороший угол обзора поэтому проблем со сглаживанием нет смотрим температуры игровые и частоты 1531 1531 видеокарта держит четко и вольтаж 0800 fps процессор все четыре потока 2 576 процессор 68 видеокарт игра тяжелая еще раз повторю плохо довольно таки оптимизирована и очень тревогий процессор идет неплохо красивые настройки неплохие конечно после персонального компьютера это смешно все обсуждать но хоть что имеем они тут блок я поставил на 40 больше 40 летом редко вы готовите но и смысла нет вот настройки средние средние они затопные можно больше поставить неважно средние тени средние тоже глаживание убрал вот какие-то лучи и свечения все смотрим частоты держится держится частот играть комфортно тут будет падать fps чем больше людей конечно мы падать до 30 и в принципе даже 26 не столь важны в городах вот видите частота держится температура процессора 79 видеокарта 73 все уже в принципе разогрелось в стоке я могу сразу сказать тут уже бы было за 90 и на процессоре и на видеокарте ну это можно продемонстрировать в принципе 83 считаю до 90 для процессор нормально 73 видеокарта очень комфортная температура но как то вот тут настроен тротлинг я не знаю то есть он сначала надо 85 держит 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 потом там минут не знаю 10 проходит и она сама сбрасывает частоты начинает сбрасывать частоты и никак не восстанавливает просто сбрасывает если там больше пока чтобы держалась температура до 75 она будет сбрасывать вот в данном режиме 1500 и вот этот вольтаж держится стабильная температура не уходит может быть редко какие-то будут просадки я играл 30 по именам прекрасно сейчас в бой вступим бой посмотрим в загородом вообще прекрасный вероятт игра очень требовательный процесс увидим 80 градусов прогревается и загружен на 70 процентов конечно серьезно лучше тут видеокарты держится приятно я видел в интернете один наверное на ютюбе обзор где был андер вольтинг данной видеокарты на аналогичном примерно улогути 14 дюймов зарубежный тоже обзор там там у него 1100 или 1200 у него там были частоты и процессор 2400 то есть я так повысил и частота видеокарты серьезно повысил 1500 все таки считаю 1537 практически стандартные частоты и они более приятные для использования 74 градуса эти держатся очень неплохо можно поиграть можно низкий поставить добавить там высокие текстуры потому что память свободно в принципе 1000 всего лишь используется из двух смотрим просто геймплейч все работает работает не плохо сначала был расстроен когда увидел все эти температуры после длительных будут изгонить более-менее приятно я думаю это интересно исключительно тем у кого такие ноутбуки я уже забыл как в эту игру играть температура и частоты держатся 82 проц проц да хорошо нагружен 85 и где карта 74 вот нам идеально до 75 чтобы она держалась температура потому что противном случае начнем начну сбрасывать свои частоты как будто мы сбрасываем они просто не требуется большая частота так как автомат уходит как-то играет все равно чувствую повторяем мясо идет я не знаю что-то происходит хорошо Ну, давайте посмотрим, вот видите, 1400 и 2800, интересно. Я-то записываю, не думаю, что стабилен тут же. Ну, уже опустилась, хотя температура комфорт 74, не знаю, по какой причине что он сделал. Кого-то уже убили. Ну, перебили тут у меня. Ну, играет немножко, да, сейчас тут все равно. Интересно. Возможно, температура 74, она вот, сейчас если посмотрим. Вот, смотрите, в чем дело. Термал. Видите, почему ограничение? Термальное ограничение идет. Показываю. По температуре. 74 градуса. Кто установил такое ограничение, непонятно. Производитель ноутбук? Или... Тут я изменить не могу. Идет ограничение 74, да? Из-за него она начинает как-то играть уже. 75 градусов. Хм. Ну, странно. Очень странно, конечно. И все очень странно. Ну, чуть-чуть поигрываем. Ну, наверное, очень критично. Все-таки, наверное, немножко довольно-таки жестко. Ну, давайте, для интереса, в сток. Все переведем в сток. А тут даже не столько мы сделаем, а андербольт на этой процессоре. Но он на максимум турбо. Вот и посмотрим, что тут будет происходить. Вот видите, в стоке. 1100, 794, 1200. Смешно, да? У тебя процессор вот разберем. 37, бывает. 34, 96 градусов. Ну, видели уже сами, да? Начинает кипятить. 97, 90. Видюха при этом. Это не наши 1400, 1500, которые там были, да? 863, 1300. Убили. Игра кончена. Убили. Покажут. Отвлекся на все эти частоты. Мы прибили. Ну, 95 градусов. Видите, сразу он разогревается. При этом он андербольтный. Понимаете, да? Андербольтный процессор. И греется до 95 градусов. 3,7 часто. А если он не андерболькнутый, он бы уже разогрелся до 98, 95 и он бы уже тротлил. Просто тротлил, 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 тротлил. Ну вот, около 500. Вот это вот сток. Это даже лучше, чем сток. Но, как вы понимаете, в чем тут лучше? Процессор разогрет. То есть это абсолютно невозможно играть. Абсолютно невозможно. На стоковых настройках абсолютно невозможно играть. При этом процессор андербольтный. Андербольтный. На стоке будет еще хуже. Он будет тротлить. Он будет разогревать видеокарту и себя. Будет еще хуже. И видите видеокарты. Какие частоты. 500, 900, 500, 900. Все упирается. Вот она. 75 градусов уперлась еще. Вот это для нее. Вот термал тротлинг. У нее ограничение по температуре идет. Тут еще какая-то мерил. Да. Ужасно, конечно, все это. Давайте перейдем в наш режим. Все-таки в нормальный, так скажем. Что там у нас с процессором? Давайте посмотрим. Пожалуйста. Пожалуйста. Сразу. Вот он наш игровой режим. Пожалуйста. Да, ну тут сейчас процессор, очутите, немножко подразогрелся. Сейчас он подостынет, так скажем. Можем даже его сделать вот так вот, как я говорил. на третий режим, чтобы подостыло у нас. На двухстав. И с другой бурст. Вот видите. Даже можно так играть. В принципе. 200. Все равно лучше, чем сток. Все равно лучше, чем сток. Потому что видеокарта не троттлит. Она так не разогревается из-за процессора и не троттлит. Это 1500 стабильный. Пожалуйста. Иду, иду. Давайте еще раз в городе бегаем. Посмотрим. В городе. Долгое видео. Ну это интересно будет именно тем, кто занимается этим. Чтобы вы понимали, да. Не минусите, пожалуйста. Лихо. Потому что это унылое дерьмо, да. Ну вот. У кого такой ноутбуч будет, тому будет интересно. Наверное. Посмотрим. Как это все происходит. О! Удивительно, что в таком режиме она даже лучше работает. То есть процессор загружен на полную. 80 градусов. Денится всего лишь 80 градусов. Частота 2.100. 2.132 фпс. И видео держит свои. Свои частоты. Давайте попробуем в игровой переключить. Я думал игровой. Тем более игровой, да. Что тут у нас будет. Ага. Проц. 2500. Начинает подогреваться. Начинает подогреваться. Вот. Эта локация самая жесткая. В принципе вот можно выбирать, что вам лучше. В данном случае уже начинается. Заброс частот. Некоторые видеокарты. Но не такой критичный, как в стоке. Получается для этой игры, которую мы нагружаем в процессор. максимально. Все-таки лучше. Частоты процессора поедем. Сейф. Ну, 200 вполне хватает, чтобы играть. и на постоянной частоте видеокарты. И на постоянной частоте видеокарты. Для тех, кому интересно. Я думаю, что это было интересно. Вот. Получается 200. И... А может быть в таком режиме даже будет лучше нам второй. И делать частоту побольше. На видюх. И 200 на проц. Как вам кажется. Как вам кажется. Нет. Нет. Не получается. 1600 не держит. 1600 не держит. 1600 не держит. А 1500 держал. На 0.8. Вот это не держит. Не держит. Да. Ну вот. Для Divine The Original Sin я, в принципе, включил первый пофель опять. В принципе, да. Понятно, да. Что частота принцесса 200 вполне достаточно. Он загружен, конечно. Но этого нам хватает. Этого нам хватает. Да. Может быть, если бы, не знаю, и пятый был. Ну, что на сегодняшний пофель. все-таки, не было лучше. Я думал, что, ребята, еще будет сильнее игриться. Ну, вот. Хороший в поисках здесь. 36. Идет себе. Видюха держит частоту. Неплохо. Вот это вот. Ну, вот. Вот. Скорее всего. Вот так. Вот. 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 Если игра будет менее требовательным к процессору, он будет лучше установить на частоты, на процессор побольше. Либо, наоборот, на видеокарту. Там 1600. Вот профиль у меня при 900. Вот тоже. Все индивидуально. Все вот так вот. Надо смотреть. Ну, вот. Есть от чего отталкиваться. Хотя бы. Видеокарта 0.8. Спокойно держит. 0.9. Там частоты. Выставьте побольше. Не бойтесь. 1500. 1000. Это нормально будет. Вот. Видите. Как видите. Идет все хорошо. И процессор. Ограничивайте обязательно. Процессор. Видимо. Вольтаж. Минус 125. Оффсет. И ограничивайте его. Вот. Температура 8.74. Очень комфортно. Очень комфортно. И играть. И играть хорошо. Ну, ладно. Будем закругляться на этом. Я думаю. Эксперимент понять. Для меня. Тоже тут было. Кое-что удивительно. Тем. У кого есть такой ноутбук. Или i5. Например. У вас. Там тоже. У него уже. i5. У него частота. 1.3. Или 1.6. Вот. В этой серии. Восьмитысячный. При этом. Для вас. Для вас. Наверное. Тоже. Аналогичная. Частота. Процессора. И. Видеокарты. Будут. В принципе. То же самое. Значит. Не знаю. Наверное. Я сейчас. Немножко. Даже. Пожалел. При экспериментах. И. Третий. Будет. Поменьше. Крец. Чем. И. Пятый. Больше. Трудлит. Ну. Получается. Они. Трудлит. Все. С таким. Умерзительным. Охлаждением. Четыре реальных. Ядра. Не помешали бы. Ну. На этом. Все. Всем. Удачи. И. Пока.